всем привет вы на канале андрей сэмова сегодня у нас на канале будут щи приготовленные в афганском казане но по вкусу будут как из печи для этого что нам понадобится мясо я взял свинину капуста свежая квашеная капуста картофель лук морковка помидоры у меня в моем варианте это протертые помидоры домашние и специи соль и перец черный еще лавровый лист что мы делаем мы сейчас нарезаем наше мяско наливаем в наш афганский казан масло и начинаем чуть-чуть его поджаривать режем на кусочки такие которые приемлемы для еды вот разделывать мы его не будем она приготовится уже так как вот мы нарежем все приступаем так ночью я порезал мясо капусту лучок с морковкой и картофель сейчас наши действия какие следующие наливаем масло разогреваем наш афганский казан начинаем обжаривать мясо казани минут 5-10 пока не появится корка на зависимости у кого какой жар на плите приступаем так называемую поджарочку делаем кидаем наше мясо порционные кусочки сами делаете как вам удобнее вкуснее будет кушать все закидываем и начинаем обжаривать наше мясо до золотистой корочки напоминаю пока не солим не перчим ничего такого не делаем вообще лучше закидывать уже в разогретое масло чтобы она сразу как бы схватилась так друзья в общем вот так вот у нас поджаривать это все сейчас добавлю лучок сюда и морковку и будем это все обжаривать до золотистого цвета такого чтобы придать потом нашим щам красивый цвет бульона сейчас секунду добавляем нашу морковку и лучок и пусть она все обжаривается выпаривается и принимает красивый цвет наш бульончик потом все это обжариваем потихонечку не на большом огне на среднем огне обжариваю нам торопиться некуда ну кто на костре делает там принципе просто главное следить чтобы не подгорело и все она у вас все равно приготовиться потому что она будет томиться как в скороварке чем огромный плюс афганского казана что сколько воды вы нальете столько и остается и бульон у вас всегда будет прозрачным и вкусным так у нас наша поджарочка уже готова поджарилась стало все золотистая красивая уже хочется прям поесть ну добавляем наши протертые помидоры еще потомим немного немного потомим в этом наивкуснейшем соусе ну и все сейчас маленько потомиться добавляем за ней картошку и нашу капусточку квашеную и простую и все это закрываем и томим 40 минут 40 минут напоминаю засекаем с того времени когда уже здесь начнет свистеть наши сбрасывающиеся клапана то есть мы засекаем не с того времени как закрыли с момента как начинает свистеть но сейчас немного потомим минут десять и добавляем картошку и нашу капуста капуста опять же хочу сказать то что она сейчас в объеме она уварится водички я вам покажу сколько налить все поехали дальше так потомилась наше мяско в наших томатов напиталась вкусным вкусным ароматом помидорки ну и все что добавляем нашу картошечку я его так порезал еще хочу сказать что она не разваливается сразу предупредить в афганском казани она не разваливается она остается такая какая есть наш квашеная капуточка пошла и наш свежая я увидел в таком объеме я думаю как раз самое то на мой объем меня 15 литров думаю самое то пока пусть будет можно конечно поменьше все зависит от мяса я всегда делаю по ингредиентам какое количество мяса я люблю чтобы мясо было побольше не люблю вот эти мелкие дозами как-то у меня они не привлекают вот все добавили нашу наивкуснейшую капусточку и вот так разравниваем по краям и наливаем водички водичку я взял у себя родников вы можете наливать любую здесь не принципиально наливаем водичку я наливаю всегда вот видите видно вам я думаю видно вот срез да вот срез и это вот она и вот получается водичка по срезу я еще добавляю это на два пальца где-то на два пальца и как раз будет самое то я не люблю жидкие щи люблю густые вот да и в печи они получаются не жидкими ну и сейчас вот еще дольем сейчас налью водичку нашу и еще заливаем чуток вот так вот я думаю будет достаточно да она уварится еще наша капуста будет самый самолет самый самый самолет но еще чуть-чуть видите уже круги такие вот с поджарки щи получится на славу так что еще мы забыли мы забыли соль забыли соль соль я укладу такие две чайные ложки на такой объем и насыпаем наш перец горошком вот так вот тоже немножко ну еще ребят закрываем это все крышкой и томим 40 минут 40 минут томим томим 40 минут с того времени как начнут у нас свистеть вот эти вот наши свистульки как они начинают свистеть то есть нагнетается там уже давление и мы убираем на ниже среднего не на самый минимум на ниже среднего на готовку и томим это все 40 минут ждем результат так ну вот он у нас зашумел с этого времени замеряем 40 минут так друзьям у нас прошло наше время прежде чем открыть проверяем к этих полка ручки так открываем наш красавца нашего запах на всю квартиру что его просто не имеют вещей просто вообще господа мне кажется у нас получилась бомба вот посмотрите какая красоте но сейчас будем пробовать дорогие друзья на что пробуем наши щи которые мы сделали в афганском казане но наваристые видно что прям ребята ну и конечно под эту лавочку нам запотевшую водочку с черным хлебом горчичкой чесночком ребята слюной сейчас подавлюсь и тащи ну что ваше здоровье чтобы у вас все было в жизни хорошо что бы вы были здоровы чтобы вам мирно и недавно головой спасибо вам просто смотрите мой канал пишите комментарии подписывайтесь ваше здоровье чертовка наводистая капуста знаете она не развалилась вот как она есть но именно в том нужном эквиваленте она по волокнам прям во рту разбирается блин горячая горячая классно капуста дает именно вот эту кислиночку небольшую но очень-очень вкусно ребята всем рекомендую делайте не пожалеете очень вкусный рецепт всем пока желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни благодарю за внимание